У нас сегодня круглый стол, круглый стол практики общественного контроля за голосованием на выборах. Всем нам предстоят выборы, всем нам предстоит наше общественное наблюдение за выборами, которыми мы занимаемся. И здесь я могу сказать для коллег из республики, здесь задача у вас одна из самых непростых. У вас, наверное, из всех регионов наибольшее количество выборов. У вас выборы происходят всех уровней. Это и выборы в Госдуму, это и выборы главы региона, выборы законодательной власти региона, это выборы на местном уровне. И, если не ошибаюсь, семь бюллетеней будет у ваших избирателей, которым им придется заполнять. Ну и, конечно, сама конкуренция достаточно большая. Одновременно люди идут, бывает, когда одновременно баллотируются на разных уровнях одни и те же люди. Ну и, конечно, очень большое количество, учитывая все-таки, что регион не самый большой, в пропорциональном соотношении количество кандидатов надо, наверное, будет посчитать. Но чуть ли не самый большой из всех регионов, если брать кандидатов на всех уровнях. Поэтому, конечно, на общественную палату здесь особая нагрузка и в плане наблюдателей, и в плане наблюдения за выборами. Достаточно хорошо вы к этому подготовились. Прошло, как и в других, и продолжается до сих пор обучение. Уже заканчиваются там какие-то последние штрихи наблюдателей, то, что мы делали. Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата регионов вместе с Ассоциацией НОМ прошло обучение людей. Это не только независимые наши общественные наблюдатели, но и многие представители партии по просьбам партии тоже здесь обучались. То есть мы используем общие подходы к оценке выборов, к работе. Это тоже для нас достаточно важно. Подробности, наверное, я не буду вдаваться. Все, кто занимается этой тематикой, знают, что недавно мы подготовили очередной наш золотой стандарт по общественному контролю за голосованием. С 2018 года мы его используем. И сейчас не шли, конечно, изменения в соответствующих изменениях в избирательном законодательстве. У нас отдельно по голосованию 17-го, 17-го стандарт и отдельно по голосованию 19-го сентября. Здесь, естественно, блок проверки, связанный с процедурой подсчета голосов. Особенное внимание на обеспечение защиты здоровья, как и на голосовании по Конституции, крайне важно для нас ввести этот вопрос. Если какие-то где-то что-то недоработано, сразу связываться с общественной палатой, с общественным штабом, чтобы все эти вопросы решались оперативно, защита наших избирателей была обеспечена. Относительно наших наблюдателей тоже, если есть какие-то вопросы по вакцинации, хочу напомнить, что такая возможность нашим наблюдателям была предоставлена. Если нужно что-то дополнительно здесь как-то повлиять, есть договоренность на уровне правительства Российской Федерации. Здесь эти возможности мы еще задействуем, чтобы наши наблюдатели здоровья было максимально в этом плане защищено. Что еще для нас важно? Я хотел бы, чтобы в ходе нашей встречи мы обсудили в том числе вопросы, регламенты работ в наших центрах по видеонаблюдению. Ко мне сейчас идет из регионов запросы на то, чтобы мы подготовили какой-то типовой все-таки документ. Сначала мы хотели сделать так, чтобы каждый регион все-таки самостоятельно это выработал здесь свои подходы. Но, видимо, мы все-таки будем по просьбе регионов делать общий документ. Поэтому, если кто-то из тех, кто участвует онлайн, или кто присутствует здесь, свои какие-то предложения тоже внесет на эту тематику, по этой тематике тоже это приветствуется. Хочу напомнить, что основной наш принцип, что наши центры по видеонаблюдению, которые являются частью наших общественных штабов, мы стараемся наши двери максимально широко раскрыть, чтобы все, кто хочет в этом участвовать, приняли в этом участие. Но при этом мы понимаем, что, конечно, количество помещений, в любом случае, какое оно бы не было, оно ограничено. Сделать центр по видеонаблюдению на спортивной арене такой возможности нет. И поэтому, естественно, здесь, наверное, вам нужно будет продумать какой-то график, как осуществляется дежурство. Напомню, что здесь все трое суток по видеонаблюдению должно быть у нас полностью обеспечено дежурство наших волонтеров, чтобы мы полностью отслеживали все, что происходит. Это для нас важно. Если возникнут какие-то тоже вопросы по нашей тематике, то я прошу здесь не смущаться эти вопросы задавать, на что можем постараемся ответить. Если какие-то есть предложения, тоже они приветствуются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!